У него благодарность не возникла, можно его немножко проучить и закрыть краник. И тогда она сама уже, несомненно, возникнет. Таким образом, в любви есть две стадии. Первая стадия — это давать любовь, а второе дело — воспитывать. Вторая стадия — воспитывать человека или ждать ответа. То есть воспитывать означает чуть-чуть по-доброму воспитывать, чуть-чуть от него подальше подержаться, чтобы он понял, что закончился бесконечный поток любви в одну сторону, нужна обратная связь. И он чувствует, поймет это тоже со временем. Таким образом, если человек что-то делает для близкого человека с целью получить назад что-то, не просто его кормят любовью, как ребенка. Допустим, что от ребенка можно получить? Вот ты его кормишь, что от него можно получить, кроме спокойствия, кроме того, что он наестся? Так надо также служить близкому человеку. Когда ты видишь, он доволен, счастлив, и ты тоже счастлив от этого, значит, в этом и заключается взаимность. Постепенно это рождает очень глубокие чувства благодарности, и вот эта способность видеть чистое и светлое, способность не видеть мелкого в зеркальном отражении, она становится очень развитой, когда люди именно так действуют. Но есть еще один тип поведения. Когда человеку не хватает счастья в жизни, ему мало счастья, не хватает счастья, он начинает требовать это счастье от близкого человека. Вот это поведение разрушает семью. Все скандалы из-за этого возникают. А почему счастья не хватает? Потому что сначала Бог дает вот эту энергию любви, и между людьми очень много вот этой энергии любви течет в сердце. Это удивительное время в начале, в начале отношений. Но потом Бог закрывает краник, Он хочет, чтобы мы сами учились эти отношения поддерживать. И в это время люди не хотят вкладывать свои сердечные силы. Они начинают требовать. Вот раньше ты ко мне лучше относился, раньше ты больше на меня обращал внимание, цветы носил, раньше ты был нежнее, а теперь ты со мной не такой ласковый. И когда человек начинает требовать любовь, она вообще закрывается. Любовь не любит никакого насилия. То есть в это время, когда отношения стали похуже, тяжелее, люди начали в работу уходить, забыли друг о друге, там детьми занимаются, занимаются друзьями, квартирой, а живут рядом просто. Уже как бы отношения стали обыденными или постельными только и все, только в постели встречаются. То тогда в этот момент любовь начинает гаснуть, и потом начинает вспыхивать желание. Люди не могут жить без любви, у них возникает желание этой любви, они начинают требовать к себе любви, а любовь вообще закрывается от требований, она не любит никаких требований, и начинается конфликт. И каждый доказывает свое право на любовь. То есть мужчина – мужское право, женщина – женское право, у них идет конфронтация, и они пытаются победить, каждый побеждает, ну, побеждает, пытается победить свое право на любовь доказать. И это разрушает семью, это приводит к тому, что люди страдают. Поэтому единственное, что нужно сделать, нужно изучать друг друга. Надо вот, допустим, вот если женщина, а, допустим, другой женщины может спеть такую песенку, в которой она расскажет, что ей нужно для счастья. Часто мужчины этого не понимают. Вот что он должен делать девушке, чтобы она была счастливой. Вот как он должен себя с ней вести? Он скажет, ну, она пусть сама со мной себя ведет хорошо, тогда я знаю, что ей нужно. Как раз это и есть капкан. Первый шаг в отношениях – это забыть про свои желания. Нужно похоронить свою победу. Никогда человек в отношениях, в семейной жизни победить не может. Ни мужчина, ни женщина, все только проигрывают. Нужно стать проигравшим и начать служить близкому человеку. Кто из вас не готов стать проигравшим, тот не сможет сохранить семью. Если вы хотите все-таки доказать свое, то вы их разрушите. Разрушите. Потому что каждого есть свое, мужчины свое, женщины свое, они абсолютно противоположны. Доказать это невозможно. Поэтому надо, поэтому у меня тема лекций, не как доказать близкому человеку свою правоту, здесь таких нет, как бы у нас с тем, а есть обязанности мужчины и женщины. Вот из чего вытекают эти обязанности? Они вытекают из того, что есть потребности. Вот, допустим, женщина, она нуждается очень сильно в близких отношениях. И вот эти близкие отношения, вот гармония, очень близкая гармония является единственным, что ей нужно в жизни. Все, ей больше ничего не нужно от мужчин. И вот, допустим, вот сейчас вы песни услышите, там много она чего говорит, но это все одно и то же. Это все одно и то же означает только вот это близкое чувство, которое мужчина должен выражать по отношению к ней, чтобы она была счастлива. Так было впечатляет женщина, что и нужно. И вот, допустим, она говорит, будь со мной ласковым. Ну, то есть говори со мной ближе. Не надо там делать очень умный вид. То есть ты на работе делал умный вид, приходи домой, теперь делай другой вид уже. Начни понимать, что ты дома, что рядом с тобой жена, она хочет любви, она не хочет твоей крутизны. Вот. Будь со мной ласковым, будь со мной нежным. Будь со мной бережным, потому что у женщины психика очень тонкая, с ней надо аккуратно себя вести. Нельзя с ней грубо грубить. Даже шуток она по отношению к себе вообще не понимает. Не надо шутить там с ней. Будь со мной прежним, потому что раньше мужчина сначала ведет себя очень нежно, заботливо, ухаживает, добивается женщины. Там для тебя, для тебя, для тебя. Я сумею весь мир обойти. С неба звезды до спать, единственным станом. Для тебя, для тебя, для тебя. Сначала на все готов. Вот. Что тебе подарить, человек? Как судьбу подарить, чтоб свела у меня с тобой. Вот. То есть, а потом бац, не замечает уже совсем. Будь со мной прежним. Говори счастливый. То есть, мужчина с работы приходит, говорит, все плохо. Вот жене это вообще сто лет не надо слышать. Все там у тебя. Говорит, у тебя все плохо. Вот. А у нас все хорошо. Вот. А ну, ей это не надо слышать. И так тяжело жить. Еще. Все плохо. Глупые слова. Понимаете? Я знаю, как помочь Николайу. Там. Да кому это надо? Вот. Ты в семью пришел. Так. У тебя, конечно, там глобальный взгляд, да и мышление на всю страну и на весь мир. Но жене надо говорить глупые слова. То есть, надо шутить с ней, смеяться, радоваться, чтобы от смеха появлялись слезы, чтобы было жарко даже и морозы. То есть, женщина любит, когда ее муж смешит, когда с ней он близко отношения строит, радуется ей и так далее. Вот это и есть отношение, то, что женщине нужно. И когда женщина это получает, а еще и получает в отношениях в обществе правильное поведение мужа, потому что, когда мужчина, женщина ведется, как петух, показывает, что типа, я такой крутой, мне такая досталась, потому что я так соком, это моя природа ходить с такими девушками красивыми. Вот. Когда он из тебя что-то корчит и начинает унижать жену в обществе, тогда, соответственно, любовь заканчивается, части нет, и поэтому второй куплет о том, как надо вести себя в обществе, чтобы она была счастливой. И потом она в конце, когда все это споет, она говорит ему две вещи, которые она вернет назад. Вот это все надо делать, она перечитает все, что надо делать, а потом две вещи она назад возвращает. И мужчине этого достаточно. Ему надо только две вещи всего. Вы сейчас узнаете, что мужчине надо к концу две вещи всего, какие от жены. Вот. И сколько для этого нужно сделать? Будь мой защитникам, будь мой любовь, будь моим здоровьем, как сам нужно встать, будь мой заведчикам, раз, в любви веки, будь мой заведчикам, и там радости в кредиты, и баба любит, и любит, ищи, и я всегда вьет, и я теперь улыбаюсь. А-а-а, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, у-у-у-у-у-у-у! Ну то есть все, веселая и красивая. Так в этом и есть смысл. Женщина, когда она хорошее настроение имеет, она дарит счастье. И когда она красивая, она также дарит счастье. То есть есть два аспекта счастья у женщины. Один аспект внешний, а это ее красота внешняя. И второй аспект счастья это внутренний, ее настроение. Когда у женщины оба аспекта счастья есть, мужчина очень счастлив.